Медведев. Проблема Нагорного Карабаха тяжелая, сложная и долгая. Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию по урегулированию Нагорного Карабаха и столкновения диаспор в России. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель Единой России Дмитрий Медведев напомнил диаспорам об ответственности в связи с столкновениями выходцев из Армении и Азербайджана на территории Российской Федерации. Об этом он сказал на встрече с участниками проекта Политстартап, пишет ТАСС. «Когда это все, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, превращается из иностранной проблемы во внутреннюю проблему, вот эти диаспоры также должны ощущать свою ответственность», подчеркнул Медведев. По его словам, российские правоохранительные органы должны ориентироваться на то, что эта тема внутри страны не должна создавать поводов для применения насилия и каких-либо столкновений. «Те, кто нарушает российские законы, независимо от национальной принадлежности, должны нести жесткую ответственность по российским законам», подчеркнул председатель партии. «А если эти нарушители являются иностранными гражданами, даже гражданами дружественных нам стран, к ним нужно применять понятные меры, их нужно просто высылать из страны». Он заметил, что сама проблема Нагорного Карабаха тяжелая, сложная и долгая. Кочарян. Ереван понял, что ничего не понял. Нынешнее правительство Армении, говоря об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, говорит, Карабах – это Армения и точка. А спустя некоторое время риторика Никола Пашиняна меняется и он заявляет, что конфликт можно решить, только удовлетворив все стороны. Как это понять? Об этом сказал второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянским журналистам. «Я пытаюсь понять, как можно объединить формулу Карабах – это Армения и точка с решением, которое должно удовлетворить все стороны конфликта. Это же нелогично. Опасно, когда человек, не понимающий сути вопроса, занимается этим», подчеркнул Кочарян. По его словам, переговорный процесс еще можно возобновить. Я не думаю, что это можно сделать без потерь, но это возможно. Самое опасное на данный момент сказать, что другого пути нет, что мы должны продолжать идти тем путем, которым идем сегодня. У меня сложилось впечатление, что власти Армении начали понимать некоторые вещи, понимать, что они ничего не понимают, сказал Кочарян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...